МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Консервативный бюджет депутата Государственного совета Чувашии приняли в первом чтении главный финансовый документ. Место под солнцем администрация столицы провела рейд по парковкам во дворах. Лучший из лучших студент из Чувашии победил во всероссийском конкурсе. Сегодня депутаты Госсовета собрались на третью сессию. В повестке дня 20 вопросов. Основным, конечно, стало первое чтение проекта республиканского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Он внесен в парламент Республики в начале ноября. И до 5 декабря депутатам надо принять его во втором чтении. Основные параметры бюджета, а также отношение к главному финансовому документу представителей разных фракций в репортаже Татьяны Молоковой. Несмотря на периодически возникающие разговоры о кризисе, экономика республики развивается. Рост собственных доходов консолидированного бюджета на 1 октября 2006 года составил 10,4%. По оценке Минэкономразвития, индекс промышленного производства в 2016 году составит 9,2%. Но при этом, по словам основного докладчика по бюджету, вице-премьера министра финансов Светланы Янилиной, при составлении документа сохранялся консервативный подход. Это основное требование к региональным бюджетам правительства России. Под доходом на 2017 год в объеме 35,133,9 миллиона рублей или 85,7% к 2016 году. Уменьшение обусловлено отсутствием данных по федеральным средствам, которые распределяются в течение 2015 года. Расходы на 2017 год запланированы в объеме 35,58 миллиардов рублей, что составляет 80,5% к уточненному бюджету на 2016 год. Таким образом, профицит республиканского бюджета составит 75 миллионов рублей. Прогнозы бюджетов на 2018 и 2019 годы также оставлены в рамках этих цифр. Бюджет у нас социально ориентированный. Где-то более 70% это социально-культурная направленность, и 16% с лишним это реальный сектор экономики. Действительно, сегодня есть изменения и в налоговой политике. Кроме того, почти 2 миллиарда рублей будут направлены на развитие сельского хозяйства, 302 миллиона на коммунальную сферу. Строительство дорог будет профинансировано на 800 миллионов. Продолжится работа по возведению и ремонту объектов в социальной сфере в столице республики, в микрорайоне Волжский-3. Начнется строительство типовой школы со финансированием из федерального бюджета. Предусмотрено строительство кадетской школы, реконструкция гимназии в Марпосаде. Бюджет консервативный, можно сказать, сегодня, потому что, если взять такие цифры, что сегодня у нас собственные доходы 25 миллиардов, сам бюджет 35 миллиардов, если у нас госдолг сегодня 16 миллиардов, там 200 миллионов, да, естественно, при таком бюджете нам развиваться, конечно, тяжело. Мы только его, честно говоря, проедаем, но не развиваемся. Кладывая инвестиции, уже это, в принципе, нет никаких возможностей. Надо, конечно, чтобы, естественно, чтобы была больше привлекательность. Мы о ней очень много говорим, но о привлекательности, к сожалению, ее у нас нет. Я бы хотел, чтобы за это мы могли просто отвечать, делать программы. Здесь надо просто всем депутатам работать в развитии нашей республики. Бюджет, конечно же, трудный. Бюджет непростой, и несмотря на то, что он практически бездефицитный, да, на самом деле мы считаем, что больше средств нужно выделять на вопросы социального обеспечения населения, на поддержку незащищенных слоев населения. В то же время мы радуем за сохранение уполномоченного по правам ребенка. По вопросу о бюджете я буду голосовать против принятия бюджета в этой редакции. В итоге, после недолгого обсуждения закон о республиканском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов депутаты приняли в первом чтении. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Как в учебных заведениях приживаются инновации? Сегодня новые образовательные программы представили депутату Госдумы Алене Аршиновой. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Алена Игоревна, мы знаем, как вы радеете за школу и за нас. И потому вас рады встретить в нашей школе здесь, сейчас. Пройдитесь с нами в школе. Депутат Госдумы приехала сюда не случайно. За последние годы в Чебоксарской школе 59 внедрили множество интересных проектов. В рамках федеральной программы здесь установили турникеты в каждом классе и на улице. За учениками наблюдает большой брат. Здание школы оснащено десятками видеокамер. Инновации здесь на каждом шагу. В интерактивный формат перевели и расписание уроков. Один клик, и на экране отображается информация о предмете. Задержав руку на любом предмете, вы сможете увидеть фамилию преподающего данного урока. Ниже есть полный перечень предметов. В разделе «Учителя» вы сможете узнать расписание любого учителя. Физика. Замечательное расписание. Физика. Хорошо. Очень здорово. Школьные перемены здесь тоже проводят с пользой для себя. В фойе учебного заведения установили интерактивную панель. Например, по химии. Если в обычных лабораторных по химии тут есть какой-то риск, то здесь риск отсутствует полностью. То есть вот, пожалуйста, учитель может легко показать какой-то эксперимент. Алена Аршинова помогла реализовать и другой проект. Вместо столовой здесь заработала школьное кафе. Эксперимент себя оправдал, говорят преподаватели. Школа большая, у нас 1500 детей. Кормят, все 100% кушают. Кафе, рассказывает президент школы, стало центральным местом для встреч. Мы давно, наверное, можно сказать, с Ольгой Федоровной даже годы три назад уже запланировали, что хотим сделать такую яркую столовую. Наше кафе, в которое дети будут приходить не только кушать, как сказать, для приема пищи, но и для того, чтобы проводить там время послеурочное. Встречаться там с дорогими нашими гостями. Проводить какие-либо литературные вечера, конкурсы, фестивали. В школьном кафе за чашкой чая Алена Аршинова ответила на вопросы учеников. Многих ребят волнует качество образовательных стандартов. Повысить их уровень, считает депутат, возможно, решив первостепенные проблемы. Переход на ЕГЭ, к сожалению, отказ от сочинений, изложений, технологично, но несодержательно. Коррупция, подмахивание, протаскивание, использование целевого приема для протаскивания слабоподготовленных студентов, абитуриентов, вернее, на студенческие места. Вот только когда это можно усучиться, когда мы это уберем, тогда можно говорить о том, что наши ребята будут конкурентоспособными относительно других стран. Экскурсию по школе Алена Аршинова запомнит надолго. Ребята приняли ее в свой литературный клуб и даже вручили членский билет. Сама депутат привезла благодарность для заведующей школьного кафе. Вот вам благодарность. Надеюсь, что все получится. Если вокруг хорошо, ищите, значит, того, кто это сделал. Поэтому, Вера Ивановна, спасибо вам большое. И надеюсь, что с удовольствием сюда к вам ребята будут приходить всегда. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Спасибо вам большое. Сегодня в Москве начал свою работу итоговый форум действий. Его проводит Общероссийский народный фронт. Участники обсуждают итоги деятельности за последние три года. Там работает и делегация из Чувашии. Мы связались с нашими фронтовиками по телефону. Присутствовали в нашем форуме в городе Москве все 85 субъектов Российской Федерации. Мы представляли себя, значит, на всех наших площадках. Вопросы самые актуальные, самые, как бы сказать, проблемные в первую очередь, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Всех волнует, что мы оставим после себя нашим потомкам, чтобы вывозился вовремя мусор, чтобы вывозились все бытовые отходы, перерабатывались. Ну, вот эти все вопросы. Вопросы ЖКХ. Значит, как сделать наш двор чистым, как сделать наши дома более комфортабельными, более удобными. Как заинтересовать наших собственников жилья в процессе благоустройства территории. Вот эти все вопросы мы обсуждали. Отсутствие парковочных мест в городах – проблема 21 века. Количество автомобилистов растет в геометрической прогрессии, чего не скажешь о самих парковках. Водители столицы республики часто паркуются возле домов по принципу «кто успел, тот и съел». Но находятся граждане, которые почему-то решили, что могут застолбить раз и навсегда место на придомовой парковке и вовсе не хотят понимать, что это незаконно. Личная автостоянка – мечта любого водителя. Поэтому многие автовладельцы установили на общих парковках вот такие конструкции. На самом деле самодельное ограждение и номерной знак – лишь бутафория, в которую они хотят поверить. Земля здесь общественная и парковки должны быть общими. Еженедельные рейды представителей администрации, управляющих компаний и полицией приносят серьезный улов. С января по ноябрь текущего года в Ленинском районе демонтировано 38 блокираторов. 69 метров цепей и вывезено более 100 автомобильных шин. Администрация Ленинского района призывает и предупреждает автовладельцев о ненарушении благоустройства территории города Чебоксак. Я житель этого дома и на самом деле считаю правильным, что происходит в данный момент. Парковки должны быть общими. Общими, реально общими. Мера наказания за самовольные постройки – административный акт и демонтаж. В акте пишем, что снято, кто присутствовал и что демонтировано. Данные устройства сдаются в управляющую компанию для сохранности. Владельцы этих устройств могут зайти и забрать их. Ежегодно столичная администрация выделяет средства на создание парковочных мест. Только в Ленинском районе построено 440 парковок на сумму 10 миллионов рублей. Татьяна Филатова, Константин Козлов, Республика. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Градостроительный совет в Чебоксарах продолжает обсуждать проект новой многоэтажки. Ее хотят построить напротив Мегамола. Проект высотки, которую планируют расположить между стадионом «Спартак» и Мегамолом, проектная организация уже выставляла на суд специалистов. Тогда профессионалы архитектуры высказали много замечаний по поводу будущего объекта. Ну и вот новая версия. По сравнению с первоначальными проектами, пожелание тех пор, вознесли были изменения по внешнему культуру. Это сделало его более современным видом. На первом этаже мы рассмотрели помещение обслуживания. Возможно, разместить также и помещение для организации различных церквей, развития местей, в случае, если будет проходить реконструкция детских садов. Члены градостроительного совета еще раз детально прошлись по основным параметрам новостроя. Если вы помните просто это самое решение, оно довольно существенно изменилось, то есть появилась какая-то новая такая современная тема, там на остатках преподавателя стекла. Понятно было, что надо делать из этого здания, как и на живое здание. Пилотов надо уметь развивать. Это задача, вообще-то такая серьезная градостроительная задача, которая стоит перед каждой работой. То есть вот здесь вот способ на советы, просто не от замечаний, когда вы наступили, и мы сидели и рассуждали, как же вот тему эту раскрыть и дать следующий шаг. Это говорит о том, что вот имея какую-то небольшую задачу, какой-то земельный участок, непосредственно, который тебя интересует лично, как застройщика, важно, чтобы сбить город все-таки в какой-то ценности. Будущую многоэтажку планируют обсудить еще раз. В Чебоксарах перед судом предстанет директор семи коммерческих организаций Алексей Лапин. Он обвиняется в мошенничестве на общую сумму около 20 миллионов рублей. По версии следствия, с ноября 2011 по декабрь прошлого года в городе Чебоксары обвиняемый как руководитель коммерческих организаций, а иногда представляет генеральным директором еще одной фирмы, похитил денежные средства у 14 граждан на общую сумму около 20 миллионов рублей. Так, он обещал предоставить им квартиры в якобы строящихся или запланированных строительству домах и в целях обмана заключал с ними либо договоры займа, либо договоры участия в древом строительстве. В еще одном случае он обещал потерпевшей предоставить два офисные помещения. В действительности же злоумышленник не собирался исполнять взятые на себя обязательства, поскольку возможностей строительства жилых домов и разрешений на это у главляемых им организаций не было. У него были лишь разрешения на строительство четырехэтажного здания бытового обслуживания, торгово-административного комплекса и комплекса автостоянок, однако строить их он также не собирался. Похищенные таким образом у потерпевших денежные средства злоумышленник тратил на личные нужды. Следователям собрана достаточная доказательственная база, это здесь чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд в городе Чебоксары для рассмотрения по существу. 90% информации об окружающем мире мы получаем через зрение и только 10 оставшихся отведено под прочие органы чувств. Герои нашего следующего сюжета частично или полностью лишены возможности видеть, однако это не мешает им строить планы на будущее. У Тани Быковской первая степень инвалидности. Несмотря на старания врачей, зрение девушки ухудшается с каждым днем. Уже сейчас она почти не видит. Для таких как Таня в Чебоксарской специализированной школе-интернате разработан специальный метод обучения. Каждый педагог уже пытается индивидуально работать с каждым ребенком, используя специальные кифлотехнические средства. А программа здесь такая, что как общепрозаводная школа. Единственное, мы говорим об адаптированной общепрозаводной программе. В нашей школе обучаются с 1 по 12 класс. Один год, учебный год продлен по сравнению с общепрозаводной школой. Для того, чтобы дети могли более качественно, более комфортно, надо подчеркнуть, получить образование. Сегодня в Чебоксарской школе-интернате обучаются 180 незрячих и слабовидящих детей. Большая часть из них после уроков возвращается домой. Но есть и те, кому школьные стены заменили родной дом. Кроме того, у ребят очень насыщенная внеурочная жизнь. Ни для кого не секрет, что слабовидящие люди очень часто обладают безупречным слухом. Воспитанники школы-интерната занимаются вокалом и дают концерты для учителей и родителей. А с прошлого учебного года у ребят появилась возможность проявить себя в другом виде творчества. Школа-интернат получила грант Русского географического общества на создание кружка шимогодской резьбы. Никогда не думала, что когда-то придется бересту преподавать слабовидящим. И первое время было очень-очень страшно, потому что никогда с такими детьми не работала. И первые пробные два месяца, апрель и май месяц я приходила в интернат, они ко мне приезжали классами. Я просто пробовала себя вообще, насколько это возможно. И оказалось, что вот эта система Брайля, где дети буквы изучают через эти точки, пупырышки на рельефе, очень близко рельефным узором на бересте. Позади всего год, а результат уже превзошел все ожидания. Куклы, цветы и животные все это слабовидящие дети сделали своими руками. Сейчас к выходу готовится мультфильм «Земля улыпа», для создания которого использовались эти самые берестяные игрушки. Дарина Игнатьева, Олег Кимов, Республика. Сегодня в приемной президента России в Чувашии состоялась межведомственная горячая телефонная линия по правам инвалидов. На телефонные звонки отвечали представители профильных министерств и ведомств. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидов, а также обеспечение лекарственными препаратами и средствами реабилитации стали основными темами телефонных обращений. Немало вопросов было задано в отношении порядка прохождения медико-социальной экспертизы для получения инвалидности. При каждом освидетельствовании составляется инвалиду программа реабилитации и при очередном освидетельствовании согласно этой программе реабилитации оценивается эффективность этих мероприятий. В том случае, если все рекомендуемые мероприятия реабилитации окажутся неэффективными, то учреждение медико-социальной экспертизы имеет возможность установить вам инвалидность без срока переосвидетельствования. Бессрочно. Каждый такой звонок это надежда и вера в то, что помогут, посоветуют, подскажут. Пусть не сразу. А ряд обращений был взят на заметку. Часть перенаправлена в министерство соответствующего профиля. Родион Архипов, Игорь Зеверев, Республика. Лучший студент 2016 года живет в Чувашии. Им стал учащийся Чебоксарского техникум и технологии питания и коммерции Станислав Никифоров. Во всероссийском конкурсе участвовало около 600 ребят. Финал прошли чуть более 200. Станислав стал обладателем гранта Министерства образования и науки России в размере 100 тысяч рублей на получение высшего образования. Его исследовательскую работу в области пищевой продукции оценили на самом высоком уровне. Мой проект это был экспертная оценка качества молока и молочной продукции реализуемых на рынке Чувашской Республики. Я выбрал эту тему потому что молоко и сметана являются одним из самых потребляемых продуктов питания во всем мире можно даже сказать. Сам конкурс это серьезное испытание где надо доказывать что ты лучший не только в науке. Знание знаниями но есть еще и общественная жизнь техникума. Активное участие в ней дает дополнительные баллы. Финал конкурса студент года 2016 подвели в Ставрополе. Награду победителю вручал губернатор края. Он открывает себя абсолютно по-новому. Он сегодня говорит я вообще стал по-другому мыслить за короткий промежуток времени потому что он получил такой мощный энергетический там запал и продолжает в этом состоянии находиться. Я думаю что он ребятам его передает. Стать первым достичь серьезных результатов может любой человек. Для этого нужно потрудиться. Со всеми заданиями Станислав справился на отлично. А публичное выступление на тему ошибки, которые многому меня научили еще раз доказало, что талантливый человек не боится признавать свои недоработки. Может анализировать уже сделанное. И все это ради того, чтобы двигаться дальше. Татьяна Филатова, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, Республика. В Ледовом дворце Чебоксара-Арена прошла товарищеская встреча по хоккею между командами Министерства внутренних дел и сборной правительства Чувашской Республики. Команда провели на льду три периода по 15 минут. Первую шайбу в матче забросил Владимир Малов, выступающий за команду правительства Чуваши. Нападающий сборной МВД Алексей Бобылев во втором периоде сравнял счет. Обе команды играли открыто и чисто, но без удаления не обошлось. После завершения матча лучшие игроки отмечены личными наградами. Лучшим бомбардиром был признан Владимир Малов из команды правительства Чувашской Республики. Лучшим нападающим Алексей Бобылев из сборной МВД. Лучшим вратарем стал игрок правительства Республики Виталий Суслов. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова